Святаго Духа Аминьи Из поучения Анны Златоустова на послание к римлянам Продолжение Не так гибельно упиться вином, как страстью к деньгам Там вред ограничивается болезнью И оканчивается бесчувственностью и гибелью самого упившегося А здесь простирается на тысячи душ Всюду возбуждая различные нападения Итак, противопоставим одно другому Посмотрим, что у них общего и в чем один превосходит другого И сделаем сейчас сравнение обоих упившихся Ведь с тем блаженным, живущим по духу, их нельзя и сравнивать А можно только рассматривать в отношении друг к другу Итак, представим еще раз трапезу, за которой тысячи убийств Что между ними общего и в чем они походят один на другого В самом характере болезни, хотя вид пьянства различен Так как одно производится вином, а другое деньгами Но страсть одинакова, потому что они оба одинаково одержимы безумной похотью Как упивающихся вином, чем больше выпьет чаш, тем больше их желает Так и любящий деньги, чем больше приобретает, тем сильнее разжигает пламя страсти И тем большую томится жаждаю В этом они имеют сходство между собою А в другом сребролюбец, в свою очередь, имеет преимущество В чем же именно? В том, что один переносит нечто сообразное с природою Потому что вино имеет горячительное свойство И усиливая врожденную сухость, таким образом производит у пьяных жажду А лихаимец вследствие чего постоянно желает большего? Отчего происходит, что когда он больше обогащается, тогда живет в большей нищете? В страсти это неудобо понятно И походит больше на загадку Но посмотрим на них, если угодно Когда опьянение их прошло Впрочем, сребролюбца никогда и нельзя увидеть по окончании пьянства Он всегда находится в состоянии опьянения Итак, посмотрим на них обои в состоянии опьянения Разберем, кто из них смешнее И изобразим их самыми точными чертами Представим себе человека, потерявшего рассудок от вина Как он при наступлении вечера смотрит во все глаза и никого не видит Как бесцельно и без причины блуждает кругом Кругом натыкается на встречающихся Изрыгает он, растрепан и обнажен до бесстыдства Как жена, дочь, служанка и все много смеются над ним Выведем также на средину и серебролюбца Здесь поступки достойны не только смеха, но и проклятия Сильного гнева и бесчисленных громов Впрочем, рассмотрим пока одно смешное И серебролюбец, подобно пьяному, никого не узнает Ни друзей, ни недругов Так же слеп, хотя смотрит во все глаза И как тот везде видит вино, так этот везде видит деньги Изрыгаемый им гораздо гнуснее Потому что он извергает из себя не пищу Но слова хулы, оскорблений, вражды и смерти Привлекает тем на свою голову тысячи небесных молний Как у пьяного тела бывает синее и расслабленное Такова уже у серебролюбца душа А лучше сказать и самое тело у него не свободно от этой болезни Но подвержено ей в большей степени Потому что хуже вина изъедают И постепенно истощают его заботы, гнев, бессонница Одержимый пьянством может хотя ночью протрезвиться А серебролюбец пьян постоянно И днем, и ночью И в бодрственном состоянии, и во сне Подвергаясь наказанию больше всякого узника И работающих в рудниках Или даже другому более тяжелому мучению Скажи же теперь, жизнь ли это, а не смерть ли? Или не хуже ли и всякой смерти? Смерть доставляет покой телу Избавляет от насмешек, стыда и грехов А эти два рода пьянства ввергают во все это Заграждают слух, ослепляют глаза И держат рассудок в большем мраке Сребролюбец ни о чем не хочет ни слышать, ни говорить Как только о прибыли, о росте на прибыль О бесстыдных барышах, о ненавистных торговых заведениях О делах приличных рабам, а не свободному человеку Как собака, он на всех лает Всех ненавидит, от всех отвращается Против всех враждует без всякой к тому причины Восстает на бедных Завидует богатым Ни с кем не водит дружбы Если он имеет жену, детей и друзей И если из всего этого нельзя извлечь ему для себя выгоды То они являются ему врагами более злыми, чем враги действительные Что же может быть хуже такого безумия? Что несчастнее того, когда человек сам себе всюду устрояет Утесы, подводные камни, стремнины, пучины, бесчисленные бездны Когда он имеет одно только тело и служит одному чреву Если тебя привлекают к общественным делам Ты избегаешь этого, опасаясь больших издержек А сам на себя налагаешь тысячи дел, которые гораздо труднее общественных Совершаешь в мамоне служения Которые не только более убыточны, но и более опасны И приносишь этому злому мучителю не только деньги Телесный труд, душевные мучения и скорби Но и самое тело, чтобы у тебя жалкий и бедный человек От этого варварского рабства что-нибудь прибавилось А разве ты не видишь, сколько людей относятся на кладбище каждый день? Не видишь, что они идут в могилу ногими И лишенными всего и не только не имеют возможности взять ничего из своей собственности Но и то, чем прикрыты, должны уступить червям Смотри же на них ежедневно И может быть это укротит твою страсть Если только вследствие издержек на погребение не будешь безумствовать еще больше Ведь страсть жестока, болезнь ужасна Потому-то и мы в каждое ваше собрание беседуем об этом И постоянно оглашаем ваш слух Чтобы хотя вследствие повторения мог получиться какой-нибудь успех Но не возражайте Эта разновидная страсть готовит вам многие мучения Не только в будущий день, но и прежде его Стану ли говорить о тех, кто постоянно находится в вузах Или кто одержим долговременную болезнью Или борется с голодом Или о ком-либо другом Ни о ком не смогу сказать, что он терпит столько же, сколько сребролюбцы Что может быть ужаснее для всех представляться ненавистным и всех ненавидеть? Никому не относиться хорошо Никогда не быть сытым Всегда терпеть жажду Непрестанно бороться с голодом Который гораздо тяжелее обыкновенного Иметь ежедневные скорби Никогда не быть в здоровом уме Постоянно находиться в волнении и тревогах Все это и еще больше этого переносят сребролюбцы В случае прибыли хотя бы получили и владеют всем Они не чувствуют никакого удовольствия Потому что желают большего А в случае ущерба Хотя бы потеряли один обол Они представляют себе Что ни с кем не случилось большего несчастья Как будто они потеряли и самую жизнь Какое слово может изобразить это зло? А если такова здешняя участь сребролюбца То по мысли что ожидает его по смерти Лишение царствия Гиенские муки Вечные узы Внешний мрак Ядовитый червь Скрежет зубов Скорбь Теснота Огненные реки Никогда не угасающая печь Сообрази все это И сравнив с удовольствием от денег Исторгни с корнем эту болезнь Чтобы получивший истинное богатство И освободившись от ужасной этой нищеты Достигнуть тебе и настоящих и будущих благ Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу и Святому Духу Слава ныне и присно И во веки веков Аминь